Гастроли курсантов Голитинского погранинститута по Брянской области продолжились на площади партизан. По случаю празднования Дня России, гостям и жителям Брянска они преподнесли бесценный подарок. Гимны и шлягеры разных лет в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Честь имею» затронули нужные струны в сердцах публики. Приветственные слова первых лиц региона без патриотических ноток тоже не обошлись. Сегодня наша Россия сильная, мощная, уверенная в себе держава. Но самое главное богатство нашей России это трудолюбивые инициативные жители. Именно такие граждане трудятся и живут на нашей легендарной Брянской земле. Наши герои это святой Александр Невский, это брянский монах, богатырь Пересвет, это полководцы Суворов, Кутузов, это адмиралы Ушаков, Нахимов, это русские солдаты бастионов Севастополя, это наши солдаты Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики Брянщины. И мы, патриоты Брянщины, можем многое сделать вместе во благо нашей родной Брянщины и нашей Великой Родины России. Концерты курсанты подмосковного вуза подготовились основательно. Хоровой и сольный вокал, трогательные хореографические зарисовки, демонстрации приемов рукопашного боя. Шоу получилось по-настоящему профессиональным и зрелищным. От бравых парней и очаровательных девушек в военной форме глаз было не оторвать, причем как людям постарше, так и подрастающему поколению. Мы всегда по праву гордились нашей Великой Родиной, своими предками. Это была сильная, преуспевающая держава, зиждущаяся на высоко нравственных, духовных устоях. И сегодня перед вами стоят ее защитники, которые защитят от любых попыток, от любых проявлений и нападок в адрес России. Мероприятие, несмотря на его, по сути, развлекательную направленность, преследовало еще одну цель – пробудить, разжечь и сохранить в Брянцах патриотический настрой, любовь к Родине, гордость за талантливых и мужественных соотечественников, желание молодых людей служить в пограничных войсках. Верно ли галитинские курсанты избрали инструментарий, станет понятно уже на ближайших вступительных экзаменах. Светлана Дробкова, Ярослав Кулаков, События Брянск.